Славянский район известен своими трудовыми достижениями. Он красивый и благоустроенный. Многие поколения славянцев жили и трудились на благо своей малой родины. Не забываются у нас и ратные подвиги фронтовиков, которые освободили эту землю, добиваясь победы над неприятелем нередко ценой своей жизни. И за это им наша вечная и благодарная память. Три четверти века прошло с тех пор, когда закончилась Великая Отечественная война, заросли травой окопы, восстановились города и села, но память о тех событиях до сих пор живет в сердцах потомков. И в год памяти и славы особенно важно не забывать о подвигах всех, кому мы обязаны тем, что победили немецко-фашистских захватчиков. В парке «Сорокалетие Победы» состоялось торжественное мероприятие к открытию необычного памятника, посвященного воинам Красной Армии, без вести пропавшим на территории Славянского района во время Великой Отечественной. В парке собрались фронтовики, ветераны вооруженных сил, поисковики, представители власти, активные общественники. К сожалению, ветераны уходят, а память должна быть у нас с вами оставаться на всю жизнь. И вот эта память в камне, которую мы пытаемся с вами нести, и она у нас практически есть в каждом нашем сельском поселении. Мы в том году отремонтировали братскую могилу в Бараниковском нашем. Мы отремонтировали братскую могилу в Прорвинском. Мы не так давно, три года назад, построили памятник прорыва голубой линии. Спасибо всем, кто принимал участие. Спасибо поисковикам, спасибо ветеранам, спасибо нашим скульпторам, архитекторам. Я считаю, получился замечательный памятник для того, чтобы мы с вами духовно и патриотически развивались. Председатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Краснодарском крае Александр Шепелев сказал, что он бывает во многих регионах нашей страны, но чего-то подобного открываемому памятнику ему трудно назвать. Но такого комплекса, посвященного без вести пропавшим, имена тех, имена которых вернулись, истории, я не видел еще ни в одном городе или поселке нашей страны. Я хочу от всей души поблагодарить администрацию муниципального образования Славянский район, города Славянска на Кубани, конечно же, поисковиков отряда Кубанский рубеж Славянской районной общественной организации К-95, которые стали инициаторами создания этого прекрасного мемориала, который поможет на века сохранить память воинов. За большую работу по созданию мемориального комплекса и значительный вклад в дело увековечения памяти погибшим при защите Отечества благодарности были вручены главе Славянского района, председателю совета района, главе Славянска на Кубани. Впервые в Краснодарском крае знак за отличие в поисковом движении второй степени был вручен Богдану Фуфалько, заместителю командира поискового отряда Кубанский рубеж клуба К-95. Поисковый отряд установил 1698 фамилий без вести пропавших на территории Славянского района при освобождении и ранее нигде не был не увековеченный. И выступил инициатором для создания мемориального комплекса, который мы в настоящее время сегодня открывали. Действительно, отряд выступил инициатором, подал списки. Медалями активному участнику поискового движения России были награждены архитектор Дмитрий Могилкин, заместитель начальника управления культуры Славянского района Дмитрий Решмет и поисковик Евгений Борискин. Единственные неувековеченные оставались до сегодняшнего дня в без вести пропавшие воины, которые погибли при переправах через реку Протоку, через Кубань, в Лиманах, в Плавнях. И журавли, которых вы видите, которые венчают памятник, это символ как раз их символ. Журавли, уходящие в небо, не нашедшие места на земле, это очень трогательно. Вот я говорю, у меня мурашки бегут. Это очень трогательно, очень символично. Очень символичен колокол, который видите в центре этого памятного знака. Он выплавлен частично из гильз, которые были обнаружены поисковиками на местах сражений. Автор проекта памятника Дмитрий Могилкин отметил, что путь к созданию памятного знака был непростым. И все-таки он добился намеченного, что его очень радует. Было много идей. Ну, остановились на этой идее. Первую мысль подсказал председатель Совета депутатов Григорий Литовко, что она должна быть почему-то, ну не знаю, я еще тогда это как бы осмысливал, на трех опорах. Сразу же было, надо было найти решение, как согласовать вот эту стелу, вот с круглой стелой, которая стоит здесь, самое главное. Председатель Совета ветеранов войны и труда Славянского района высоко оценил усилия по сохранению памяти о павших героях и подчеркнул, что это важно. И как это трагично, когда родные не знают мест захоронения павших, не знают, куда прийти поклониться, привезти внуков и правнуков, рассказать им, какие сильные и мужественные были их деды. И вот теперь у нас есть место, куда будут приходить люди, возлагать цветы, в тишине берез, говорить, вспоминать, рассказывать внукам и правнукам, как надо любить свою родину. Все, что делается по военно-патриотическому воспитанию молодежи, находит свой отклик в юных сердцах. Сегодня мы восстанавливаем связь времен. Открываем памятник без вести пропавшим при освобождении Славянского района в 1943 году. Наши земляки, как и весь народ, доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, беззаветно трудились в тылу. В наше время важно, чтобы каждый студент и школьник знал об этих событиях. Объявляется минута молчания. Далеко разносятся удары колокола, укрепленного на памятнике. В сентябрьское небо улетают белые шары в знак благодарности за мужество и героизм солдат и офицеров, которые сражались с врагом. Живые цветы возлагаются к только что открытому памятнику. Думается, что отныне сюда, как говорится, не зарастет народная тропа. И колокол, отлитый из фронтового металла, еще не раз прозвучит в знак светлой памяти о героях, павших смертью храбрых. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.